Изначально Porsche 959 с электронной системой полного привода была дорожной версией машины группы B. По требованиям FIA для амалогации автомобиля должно было быть выпущено 200 серийных экземпляров. Эта модель, развивавшая 317 км в час, стала самой быстрой разрешенной для применения на дорогах общего пользования серийной машиной в мире, а эксперты называли этот автомобиль самым технологичным и совершенным. Инженеры Porsche не создавали двигатель с нуля. Они провели модификацию существующей модели, получив по результате оппозитный шестицилиндровый двигатель с двумя турбинами, блок цилиндров которого имел воздушное охлаждение, а головки блока водяное. Использование двух последовательных нагнетателей обеспечивало плавный рост мощности в зависимости от оборотов, что спасало 959-ю от резкого рывка, присущего другим турбированным машинам того времени. Инженеры Porsche отказались от трубчатой рамы, которая позволяла сэкономить вес в пользу стального несущего кузова. Он был дешевле в производстве, и его легче было перенести для использования в новых моделях. При этом и здесь конструкторы не забыли о легкости и аэродинамике, выполнив навесные панели из кевлара. Для середины 80-х годов это было настоящим новаторством. В результате долгой работы с использованием аэродинамической трубы коэффициент лобового аэродинамического сопротивления всего 0,31. В этом есть заслуга массивного переднего и заднего спойлеров.